Люди, которые сегодня собрались в этом зале, я должна говорить о том, потому что вы все равно стоят по мною любимые и уважаемые люди. Вы не надо, но на тебя будет буквально. Защита. Да, потому что, ну вот, я не хочу здесь стоять. Да, ну давайте, давайте. Вот, я перед вами стою. Это не включено будет. На самом деле, очень радостно, что сегодня гильдия российского сырка пригласила такой вот свидетельств, я с вами, создающихся режиссеров, актеров, директоров, деятелей, а вот и с культуром. И те пришли, кому действительно небезобычна судьба дальнейшая нашего российского сырка. Я три недели, как доноситель генерального директора. И поэтому я как чиновник делаю сейчас доклад. Он, наверное, больше статистический, чем художественный, но все-таки вы послушайте сейчас, если кто-то имеет интерес, может записаться. Или потом посмотреть по видео. На сегодняшний день компания российский цирк, цирковой конвейер, насчитывает всего 2005 человек. Из них 1229 артистов, 661 человек служащие. ЦЦИ, 43 человека, МКБК, 60 человек. Это статистика. Сериалов всего 55. В том числе это базы отдыха, гостиница «Арена», МКБК, цирк «ЦИ». И цирк на сцене. Он не единственная, московская группа цирк на сцене, не единственная? Или не надо еще на сцене? Просто статистика в этом. Нет, еще есть Санкт-Петербургский цирк на сцене. То есть есть. Новосибирск. Ростовский, Новосибирский. Да. Далее. Значит, у нас статистика нашего конвейера. На сегодняшний день работают 30 филиалов, из которых 25 – это наших программ, укомплектованных коллективов СТК. Пять из них просто сборные программы. Заполняемость средняя за последний период составила 36%. В лидеры вышел Сокол, город Иваново, 84%. На втором месте у нас Ростов-на-Дону, Геерация, 71%. На третьем месте Челябинск, Широкалка, 66%. Это тоже программа Геерация. На четвертом месте у нас Нижний Новгород, Майхрустский. И на пятом месте Нижний Новгород 55%. На пятом месте Волгоград, Шевченко, Вода, 51%. Все остальные показатели, но ниже. У нас на сегодняшний день есть 14 тематических спектаклей. Я сейчас посчитала тот спектакль, который нам должны на Шотировах передать в цирку «Райцев за башню». Это спектакль «Rifle like Russia». Он еще в подготовительном времени, но в скором времени он начнет работать. Значит, 13 и плюс 1, 14 тематических спектаклей. Тематические коллективы. И остальные работают просто как... Ну, такой... Не очень хороший продукт. У нас 25 стабильных коллективов. Я уже сказала, да? В конвейере 411 номеров, 384 номера из них и 27 обслуживания. И если вам интересно, я пожанну вам скажу. Кинезодки 5, трещины качели 3, прыганы 3, прыганы 3, прыганы на прыгающих ходулек джамперы 2, прыганы на баспетке 4, вольтежоры 6 номеров, художественно-акробатическая группа 2 номера, силовые акробатуры. 2 номера и корейский гипер 1 номер, акробатических этюдов в общении, акробаты на мачтах 2 номера, римские колеса 7 номеров, акробаты на шестах, русская палка 5 номеров, акробаты на роликах 3 номера, хула-хупа 8 номеров, эксцентрики 1 номер, акробаты на мотоцикле 1 номер, это танзопашный, американское колесо 6 номеров, шар смелости 1 номер, воздушная акробатика 1 номер, джигитовка 8 номеров, жакей 2 номера, высшая школа Верховое здесь 10 номеров, свобода 5 номеров, жонглеры на лошади 1 номер, гротеск 1 номер, ПДД 2 номера, ПДТРО 1 номер, почта 1 номер, медведи 9 номеров, но эта цифра неправильная, потому что ПДО мне дал список смешанной группы, но там основной медведи, короче я посчитала медвежьих номеров, где-то приблизительно 20, это много, морские животные, слой 3 номера, собаки 15 номеров, птицы 5 номеров, мей, крокодилы и всякие травы 3 номера, кошки 8 номеров, кенгуру 1, хищники 11, слоны 1, обедьяны 3, это тоже неправильная цифра, потому что под ними подразумеваются всякие смешанные животные, их тоже где-то, номеров 15, мелкие животные 2, смешанные группы 30, но это вот в том числе, верблюды 7 номеров, бегемоты 2 номера, кабаны-свиньи 1 номер, канатаходцы 9, свободная проволока 2, тугая проволока 1, белофигуристы 3, мачта 1, эквилибры на аппаратах 8, перши групповые 4, оригинальный аппарат 2, штейн тропы 3 номера, воздушный полет 5 номеров, козловолок 3, бамбук 1, турник 6, гимнасты на кольцах 2, гимнасты на ремнях больше 10, гимнасты на оригинальном аппарате 2, полотна 7 номеров, трапеция 9 номеров, жонгрирование 28 номеров, вот, тут сидят руководители программ, угрозные мачты, силовые жонглеры 3, на моноцикле 3, диабола, ну это жонглеры, диабола 2, антифон 3, бубы 3, тарелочки 1, клоунада, 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 послушайте, сколько у нас клоунов, 35, 35, лыстый лосон, 2, музыкальная акцентрика 2, иллюзия 7 номеров, трансформация 3, балет коллектив 13, цирк на льду у нас тут нет, значит, за весь период 2016 года проводились и проводятся 13 фестивалей, 9 гастрольных туров, гастрольные туры не полностью программ, а только отдельных номеров, коллективов у нас не сегодняшний день, чтобы, вот как раньше, при Людмиле Петровне и других руководителям у нас были поездки, у нас сейчас такие несколько гострольных туров, и мы сейчас как раз вот занимаемся тем, чтобы сделать несколько вот таких туров, когда выйдет наш российский государственный цирк за рубеж, коллективный. Даже если речь идет о больнице и бежеводном, мы как бы на это готовим. Также, как бы, планируют восстановление еще одного коллектива воды и двух коллективов цирк на льду. В 2016 году выпустили 30 новых номеров, 9 из которых просто восстановлены. Из училища в 2015-2016 году выпущено 19 номеров, из которых только два попали в систему. На сегодняшний день расформировано после увольнения, то есть артисты уволились или ушли на пенсию, но они как бы считают, ну, более 45 номеров. Из них 23 номера расформированы по решению художественного совета. Ну, на вынужденном простое 10 номеров, что очень радует, потому что количество при предыдущем колодце было в порядке выше, и это заслуга как бы уже новых колодцев. На репетиционном простое, ну, репетируют номера 21 номер, и на сегодняшний день у меня информация, что некоторые из этих номеров подрабатывают. В основном постановочными цирками являются Юниенобород, Иваново, Пермь, Саратов, Ростов-на-Дону, Магнитогорск и, конечно же, ЦЦИ. И еще у меня, значит, ну, как бы, это есть основание говорить, что некоторые наши номера переделываются в цирке на цветном бульваре. То есть мы показываем материал цветному бульвару или БМЦ, они отсматривают номера и уже переделывают, как бы у нас получается уже готовый продукт, переделанные конкретно под работу в этих цирках, и потом они возвращаются обратно. Что касается штата животного, на сегодняшний день финансово-экономическая политика Ростов-Цирка, как вы знаете, улыбочна. Ну, улыбка. Поэтому мы не можем себе позволить купить животных. Это острая проблема. У нас скоро не будет номера животных. Так как есть зарядки на дорогостоящих животных, вот я тут вижу бегемоты, обельяны, лошади заранее, склоны азиатские, тигры белые, обельяны, леопарты, медведи, генны, лошади, моски и львы, попугаи крупные, буйволы, ламы, кенгуру, олины. Свощи животные, которые сейчас в цирковом контексте, в них как номера, будут же стары. И если мы сейчас не будем каким-то образом решать эту проблему, это тоже нам плачетно потом отразиться на сохранении наших номеров. Например, я могу сказать про пациент склонами, которым я руководила. Сейчас буквально там есть две слонихи уже возрастные, то есть остаются две молодые особи. И будет двух слоних, уже аттракциона не будет, будет просто двумя слонами. То есть это очень большая проблема, и я ее сейчас в Москве освещаю. И, конечно, нам самим не устраивается. Я думаю, все-таки нам нужно обращаться таким-то образом к нашему государству, к министерству культуры, чтобы все-таки каким-то образом нам доделать. Вот и все, что я хотела сказать. Спасибо за внимание. Как можно сделать, чтобы эта информация была где-то вырешена, так что можно было с ней еще потом наклониться? Хорошая информация. Очень хорошая, очень полезная. Мне кажется, максимально лишенная лишнего всего. И для нас, например, как для учреждений, которые очень активно сотрудничают с Росбосцитом, очень важно знать наличие этих или иных номеров, для того, чтобы планировать и сотрудничество, и в том числе, мне кажется, для будущего планирования того, какие номера нужно выпускать вообще в секцияховых организаций, для того, чтобы не вкладить жанры, которые, собственно говоря, и нам не нужны. Потому что есть резкая разница между номерами. Понятное дело, что есть планированно-тапочные так называемые программы и номера, которые составляют эти программы. И, естественно, там ремни, хулахупы и так далее. Жанры всегда были удобны для того, чтобы сделать номер на базе любой организации, а потом просто самостоятельно подрабатывать. И поэтому я бы очень хотел, чтобы эта информация была доступна, если это, в принципе, руководство считает возможным. Может быть, это передать нам в цирк. И вообще, я хотел бы, чтобы эта информация всегда была актуальна, потому что, естественно, все это быстро меняется, какие-то номера сформировались, какие-то уходят, приходят и так далее. Для нашего кода в форма сотрудничества было бы очень полезно. Спасибо. Значит, замечательное предложение. Если у Дмитрия Евгеньевича, у кого-то, что Росгосцирка не возражает, можно будет сделать следующее. На моем месте бы я это сделаю. Обязательно, наверное, сделаю. И попросить пресс-службу, у нас есть замечательный журналист, пожалуйста, тогда запишите, посмотрите видео, достаточно хорошо все это опишите, вывести на сайте Росгосцирка. И, возможно, скажем, если вы не возражаете, на сайте Росцирка, там тоже будет... Но это должен не только доклад висеть, это должна быть система, говорится. Ну, я... Позвольте, пожалуйста. Спасибо. Я думаю, на... Позвольте, я, ваше Алексею Дмитриевича, мы сделаем страницу как раз по той информации, как Таисия Анатольевна сказала, тресс-службы ее будет вести, и ее будет понятна, что это очень подвижная, как говорится, история, и мы ежемесячно ее будем обновлять. Прямо в ближайшее время необходимо будет это сделать на сайте. Спасибо, Таисий. Еще можно вопрос? Да. Просто, вот из того, что сказано, есть такое предварительное. То есть огромная диспрофункция данных, особенно в Дельсуре. Вот существует 20 медведей и 15 собачек. Это больше, чем работающие в церкви. Поэтому это проблема, в которой говорят, что медведи-собачки одним за одним следуют. Я думал, что это ошибка в планировании, какая-то раньше была. А оказалось, когда посмотрел, а некуда их девать. Действительно, медведи-собачки, разные медведи, разные собачки. 35 голов на 30 церков. Даже удивляюсь, как 10 сидит на врубе всего номеров, когда просто их лопаться должен уже там лет. И поэтому, и в то же время, сейчас мы говорим, что у нас может произойти нехватка животных, надо закупить, докупить. Просто вот, когда-то я говорил о том, что вот если у нас есть бассейн, в котором есть какой-то объем чего-то, если туда что-то стекает, что-то должно непременно вытекать. Потому что иначе, вот этот дисбаланс сохранится. Это просто, ну и даже вопрос или пожелание такое, просто мы не услышали людей. Я вас услышала, просто лично идет о достойчивом животных, без них, не знаю, что достойчиво. Но они занимают место в конвене. Но дело в том, что я вам сейчас статистику разговаривала, что вы думаете, это выжать на нашу инвалидность. И все зооветслужбы, и все остальные. Сколько леток? И я. Сколько леток у нас, я же вам сказала, один из моих факторов и больше. И больше. Нет, Николай Карпович, тут имеется в виду в конвейере. Их больше всего, которые не в конвейере, и в больше. А в конвейере, вот который числится за работу, только выходим из. Если две клетки уехали в Китай, это не значит, что этот вопрос пришел. Через два года они там, через какое-то время вернутся, и опять будет клетка. Нет, но у нас... Их тоже надо не забывать. Но они не рот за сутки. Не в Системе. Не в Системе. У нас Класс, Венчарок, не в Системе. Наши коллеги, Комада, и все остальные. Не в Системе. Комад, для чего нам нужно? Ну, они все равно занимают... Аркадий, Венно сами, они сейчас, рекомендованы по дорогу. Вопрос, Аркадий... ... ... ... ... ... Можно, как предложение, вернуться к старой системе, когда принимались какие-то номера с животными, не с животными. По-моему, при тебе это было. Все-таки как-то советовались с отделом формирования, а нужно ли это животное. Потому что действительно засилие этих номеров. Заброса засилие. Рекламную компанию невозможно строить, работает смешанная группа животных, там работает один медвежонок, его вешают на рекламу, потом приезжает Иванов, у него одни медведи, ему надо ставить эту рекламу, а там зритель уже говорит, а у нас уже были медведи. Еще очень большая проблема, о которой я умолчала, но поднялся такой вопрос, я скажу, что многие номера аттракционные, они ездят по кругу и полны. И на сегодняшний день они не делают, но не делают по кругу, а зритель усталки. Вот конкретно у нас сейчас дает честный вопрос насчет телепута. Он хороший, ну не спектакль, а программа, телепута. Мы их когда-то в детстве очень любили, особенно вот я, и вот маленькие люди, все, но они зрители надоели на сегодняшний день. И таких программ очень много. Ребята, для того, чтобы, если вы хотите, чтобы зритель ходил, нужно еще и меняться. Можно каким-то образом менять название, что угодно, если бы их по второму кругу... Это вопрос, это вопрос не к артистам, а к этому. Это вот как раз сейчас, вот это как раз вопрос, очень острый. Я не хотела сейчас об этом говорить. Да, вопрос, вопрос финансового положения. Понимаешь, ну если не вкладывать в программу, если она в годами... Кстати, дорогой, ну у тебя сейчас вкладывают. Я же не говорю... Ну потихонечку будем вкладывать. Я понимаю, ага. Вот сейчас... Я о чем говорю, я думаю, что не всегда ты виноват. Я думаю, что иногда я... Спасибо. Спасибо всем. Спасибо, Татьяна Анатольевна. Следующий доклад у нас в Народном армиистре России в Грязи. Тема совершенствования хозяйственных механизмов.